Вич Горбатии, исследователь, часть жизни, универсальная валюта и геометритическая безопасность. Ребят, ну что-то вообще, остановитесь, пожалуйста. Сегодня что-то там. Ну давайте, остановите. Давайте выслушим Якова Аркадьевич. А кто хочет поговорить, вы идете, все. Яков Аркадьевич. Мы хотим всех поговорить. Так, значит, пошло мое время? Пошло. Значит, здесь было сегодня очень много разных выступлений, и в том числе целой кучи аномальных явлений, которым нет объяснений. А я хочу выступить с заявлением об аномальном явлении, которое я объясню и покажу, что, начиная с этого аномального явления, начинается новая эпоха существования человека. И для начала у меня есть три предмета, часть из которых я уже демонстрировал. Значит, я с первого предмета хочу начать с Александра Ивановича. Александр Иванович, вы можете сжать ее? Нет. Нет, вы попробуйте. Ну я не буду. Попробуйте. Это очень круто. Круто. А теперь я покажу вам. А теперь я покажу вам. Я этим занимаюсь ежедневно. Ежедневно. Ну и так я могу тоже. Минуточку. Я этим хочу сейчас показать следующее. Что на самом деле вот это... Подайте, дайте, дайте мне. Что в самом деле? Покажи, что я делаю, что ты в экране. Ну, тренироваться надо. Тренироваться надо. Вот это я и хочу отметить. Это есть активация. А теперь следующее. Значит, вот этот предмет я уже демонстрировал однажды. Этот предмет пьезовесы. Их отличие от обычных весов заключается в том, что у них точность измерения в пять раз лучше. Еще раз подчеркиваю, что обычные механические весы, к которым все привыкли, имеют точность полкило, а у этих весов точность сто грамм. И я хочу обратить внимание, ну, вот, скажем так... Сколько стоит? Сейчас пока не это важно. Важно, что, значит, эти, довольно-таки, пьезоэлектрические весы... Весы, значит, зачем тебе? Я фактически... Вешаться... Ты на чем? Ты и так хороший. Вешаться. Послушайте, значит, вот теорию, то есть расчеты этих устройств... Тогда это были изгибные колебания пьезокристаллов. Вот я хочу обратить внимание на то, что это пьезокристалл. И вот это сочетание очень важно для последующего понимания того, что я дальше хочу сказать. И еще я показываю третий предмет. Это самый обыкновенный маковский компьютер. Но я его показываю сейчас потому, что я вот с ним вот так вот, вот так вот, четыре минуты бродил в Сахаровском центре. Так, только не надо бродить по... В день 30-летия событий 91-го года я обвинял всех демократов или псевдодемократов как угодно, что они все живут с фигами в кармане. То есть они все что-то много-много говорят и ничего сделать не могут. И теперь я самое последнее и самое важное делаю заявление, что суть аномального явления, которое на самом деле становится нормальным, это мой мозг. Потому что мой мозг, как я теперь установил, является пока что единственным в мире квантовым процессором. Все остальные об этом могут говорить как угодно, болтать сколько угодно, но не обладают свойством квантовости процессора. Вот я... А чем ваш мозг отличается квантовым? А вот тем, как раз и отличается, что я все современные компьютеры называю полуфабрикатным барахлом. Они все являются усилителями лжи, а не истины. А вся суть настоящего квантового процессора мозга человека в том и состоит, что основан этот процесс на абсолютных объективных истинах. Потому что только на этих абсолютных объективных истинах могут осуществляться вычисления с огромной скоростью, которые на самом деле каждый человек неосознанно совершает. И тут я прихожу к следующему моменту, о котором я уже неоднократно выступал, только я раньше думал, что это на самом деле всем знакомо, всем известно, но сейчас я получу доказательство, что пока что я один из 8 миллиардов людей, которые обладают этим свойством. Вот это то самое сенсационное заявление, о котором я говорил. У вас есть помощники? Что? Помощники. Школу. Создайте школу. Давайте так. Любой из здесь присутствующих, если он будет внимательно слушать то, о чем я говорю, то он через 10 минут будет говорить, да-да-да, я с этим согласен. Дело в том, что согласие всех – это дешевый продукт. Потому что вы на самом деле все не умеете пользоваться русским языком. Еще раз подчеркиваю, потому что все глобальные процессы наиболее точно и конкретно описаны только в русском языке. В этом его самое главное историческое свойство, которое теперь начинается как физическое свойство. Потому что, еще раз подчеркиваю, что это нужно тренироваться, чтобы развить состояние своего мозга до состояния квантового процессора. Так, Яков Аркадьевич, вот наш помощник, уважаемая Ольга Васюкова, психолог-когнитивист и психиатр по совместительству, она спрашивает, ваша тема, ну, говорит... Часть жизни – универсальная валюта. Не часть жизни, а часть жизни. Ну, часть жизни, но как связано с тем, что... Вот теперь я объясняю, как это связано. Потому что на самом деле современный кризис является средством того, что деньги умерли. Вы все этого не осознаете, точнее так, вы все ощущаете этого. А истинная причина этого всего очевидна. Очевидна до невозможности. Потому что социум функционирует абсолютно неправильно. Социум функционирует таким образом, что ауксность и нажива являются основой организации социума. И эта бессмыслица пришла к своему реальному концу, когда оказывается, что все деньги собрались у финансистов, а все остальные сидят без денег. И это и есть конец существования денег. Потому что на самом деле в результате нормальное функционирование общества останавливается. Нет, 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 это точка бифуркации. Это преобразование к ретингу на сознание. Хорошо, точка бифуркации. Слишком много слов, у которых нет точного содержания. Поэтому давайте будем более простыми. Значит, я показываю, что на самом деле каждый человек способен владеть своим мозгом и своим телом. И когда тут начинается всякий раз разговор о некой духовности, я уже сколько раз говорил, что духовность начинается там, где кончается знание. Потому что любую духовность можно объяснить как конкретный физический, информационный и еще какой угодно процесс. Когда начинает говорить об аномалиях и не умеет их объяснить, то зачем об этом говорить? Это подчеркивание того, что человек беспомощен. Ну что это такое за информация, у которой нет объяснения? Кому нужна такая информация? Никому. На самом деле она показывает беспомощность мозга тех людей, которые констатируют какую-то необъяснимую аномалию. Я хочу заявить, что никаких необъяснимых аномалий не существует. На самом деле никаких противоречий неразрешимых тоже не существует. Я об этом, кстати, в новогоднем тосте выставил и показал, что я же не случайно это таскать, потому что вот это все полуфабрикатное барахло давно должно быть выброшено, заменено, потому что в эти устройства должен быть включен нормальный человеческий разум. Потому что только человеческий разум способен совершать огромное количество вычислений, часть из которых я сейчас вам и покажу. Вот я уже демонстрировал это. На самом деле я уже фактически изучил иммунитет человека. И для этого я и хочу вам показать несколько круглосуточных фотографий. Потому что, в конце концов, болтать о чем угодно можно вскоре угодно долго, а уметь измерять не умею. Поэтому я сейчас покажу несколько круглосуточных фотографий пульса. Значит, на что я хочу обратить внимание. Значит, это я собирал в программу сегодняшнюю. Вот. Так, где вы? Еще раз. Так, черт, есть или нет? А? Нет. Нет, сейчас. Где фото? Вот фото. Фото вот. Вот. Вот, вот. Вот смотрите. Вот сейчас я покажу, ну, вот, суточная регистрация пульса. Значит, я хочу обратить внимание на следующее. На следующее. Что система кровообращения состоит из двух подсистем. Да, я забыл вступление сделать важное. Значит, я хочу обратить внимание, что вот мозг... А это не секретные данные, нет? Мозг, как квантовый процессор, работает по очень простым и элементарным законам. Я хочу обратить внимание, что сейчас я в некоторой области математики введу вас. Значит, вот когда все говорят, там, структура, информация и так далее, вот, слово структура само по себе, вы все должны понять, что структура это дерево. А дерево это особая математическая структура, особенность которой является очень простая вещь. Если вы возьмете дерево за любую точку и вытянете его, то это может быть как корнем дерева, так и вершиной дерева. Потому что в этом суть деревянной структуры. Фрактальная. Она всепроникающая. И вот теперь я употреблю слово, что она фрактальная. Каким образом? Потому что вот как раз фрактальность деревьев, она как раз вот в этих современных информационных системах и вовсю себя демонстрирует. Я хочу сказать так, что в настоящее время человечество перешло уже от гомо сапиенс, гомо информатикус. И вот это гомо информатикус, это крупный шаг назад в развитии человека. Потому что когда человек не осознает информацию, он становится ее рабом. И фактически так это и получается. Значит, я проводил эксперименты, на самом деле прямые эксперименты над тем, что сейчас называется, ну скажем так, глобальная система безопасности. А что это такое? Ну, вообще говоря, у всех смартфонов есть кнопочка опасности. А что эта кнопочка такая? Что она обозначает? Я провел прямые эксперименты, ну практически полувынужденные, но они прямые. И что показали эти аварийные кнопки? Они показали, что на самом деле, на самом деле, все это сводится к, ну допустим, к тем же МЧСным службам. То есть все информационные сигналы сходятся в одно место. И что делает это место? А это одно место есть, опять же, всего-навсего искусственный интеллект. Значит, фактически на все вот подобные несчастные звонки граждан, которые на самом деле обречены на вымирание, потому что, напоминаю, что Россия сейчас в состоянии вымирания находится, причем уже длительное время, и хотя наш президент и провозглашает, что он поставил себе в качестве цели остановить вымирание России, на самом деле, ему это не удается. И это на самом деле не случайно, потому что... Нет, Анатольевич, как сходится это с вашей темой? Объясните мне, пожалуйста. Вот сейчас я и прихожу к этому. Это когда же уже? Это я сейчас прихожу к этому. Да потому что вы должны понять, почему вы не понимаете, что происходит. Вы не понимаете, что происходит. А происходит то, что каждый человек должен, ну, будем говорить, превратиться в жидкий кристалл. Вот то, что я сказал. В чем смысл? В чем смысл этого? Смысл в том, что каждый человек должен иметь знание, а не звание. И иметь умение, а не мнение. И только когда человек опирается на свои знания и на свои умения, он становится тем самым настоящим жидким кристаллом, на котором и может только создаваться эффективно функционирующее человеческое слово. А он уже таковым и есть. Только пока еще не создает это. В основе своей осознание этого и позволит нам иметь любую форму проявления. Мнение об осознании дает сомнение. Вот давайте так, давайте вдумайтесь в словах, которые вы употребляете. А именно, сознание. Сознание означает, что ваш мозг дружит с знанием. А как только вы произносите сомнение, это показывает, что ваш мозг мнению не знает, с чем дружить, потому что мнение не есть знание. И это совершенно наглядно в любой момент времени понятно. Например, вот я ослеп под наблюдением офтальмологов. Потому что они думают, что они, когда глядят в микроскоп, что-то там видят. Нет, они действительно что-то видят, но они видят не более одной трети. Потому что две трети, да, спрятаны, оказывается, не просто так, они спрятаны в черепной коробке особым образом. Вот я, скажем так, долгое время находился в заблуждении, думая, что внутренний экран, да, он как-то так или иначе в мозгу сконструирован. То есть имеется физическая его реализация. И только именно в прошлом году я окончательно установил, что никакого внутреннего экрана в мозге нет. Вся суть в том, что вот эти вот 10 в 11 степени нейронов, они как раз и являются моделью Вселенной. Я об этом уже много раз заявлял, что модель конечная, то есть Вселенная конечная, просто надо правильно знать масштаб. И мозг человека конечный, вот все эти 10 в 11 степени нейронов, они таким образом сгруппированы, они таким образом наполняются знанием в процессе жизни человека. Что только живой человеческий ум способен, ну, осознавать реальность. По мере своего роста и развития. Последнее слово. Итак, последнее мое утверждение заключается в том, что оказывается я вынужден констатировать тот печальный факт, что я пока что первый из 8 миллиардов. И я уже многократно звал всех к этому пути. Я думал, что, значит... Ну, не идут. Да, да, я думал, что моих призывов достаточно. Нет, моих призывов недостаточно, потому что на самом деле только суровые жизненные условия могут толкать каждого человека к преодолению самого себя. Все, все, спасибо, ура. Доброе утро, ладно.